16.00 показывают студийные часы седьмого канала. Мы готовы рассказать вам все, что известно нам к этому часу. Студия Максим Малынов. Здравствуйте. Государство должно выделить деньги на ремонт двух автомобильно-железнодорожных паромов. Такое мнение высказал Михаил Саакашвили. Он считает, что профинансировать работы Кабмин должен в течение одной недели. Речь идет о паромах Герои Шибки и Герои Плевны. Они стоят в порту Черноморск, бывшем Ильичевском порту, с конца 2014 года и не эксплуатируются. Суда, по словам главы региона, смогут успешно обслуживать новый шелковый путь. Подробности об этом знает моя коллега Марья Альхасанали. Паромы Герои Шибки и Герои Плевны построили почти 40 лет назад в Югославии. Эксплуатировались когда-то Черноморским морским пароходством. Были переданы в аренду судоходной компании Укрфери, а затем на баланс Укрзалезныти. Сейчас они стоят в порту Черноморск, бывшем Ильичевском. Вот один из них. На этом пароме три грузовые палубы. На них можно разместить больше ста железнодорожных вагонов. Капитан говорит, суда могут перевозить не только вагоны. Паромы универсальны. Суда очень универсальны. Могут перевозить любые грузы, которые сами передвигаются. Либо же на верхней палубе грузы, которые могут быть погружены портовыми грузовыми средствами, включая контейнера. Паромы, несмотря на свой возраст, еще вполне могут быть задействованы в перевозке грузов. Их хотят задействовать в обслуживании проекта «Новый шелковый путь». То есть осуществлять транзит из Европы в Китай, минуя территорию России. По словам капитана, прибыль от экспорта в год сможет составить несколько сотен тысяч долларов. Сейчас паромам нужен ремонт. Суда стоят на простое уже полтора года. После того, как предыдущий судовладелец компании «Укорферия» их вернул в госмайно, поскольку они были у него в аренде. На их восстановление нужно чуть больше миллиона долларов. Председатель Одесской облгосадминистрации призывает государство в течение недели выделить необходимые средства. Это вообще не деньги. Это настолько из пальца высосанная тема для того, чтобы не работал важнейший стратегический, политический, украинский маршрут на Европу и Китай. С председателем согласен и народный депутат из транспортного комитета Верховной Рады Сергей Евтушок. Он обещает помочь с этим вопросом. Не использовать территориальную, Богом данное нам, географическое расширение, это, я считаю, неправильной позицией и политикой. Поэтому позиция транспортного комитета, поскольку я за доручением главы транспортного комитета тут ныне перебиваю, вселяко поддерживать данный проект. Когда паромы отремонтируют, их смогут использовать на маршруте транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия. То есть суда смогут вновь соединить Черноморск-Поти-Батуми в рамках нового шелкового пути. Марья Мальхасанали, Алексей Филиппов, Седьмой канал. Строители не должны становиться заложниками местных властей. Такое мнение высказал сегодня премьер-министр Украины Владимир Гройсман на встрече с региональными СМИ. Правительству необходимо создать нормальный, качественный климат для строительства. В Киеве сейчас находится наша съемочная группа. С нами на связи моя коллега Наталья Костенко. Наташа, какие главные тезисы были озвучены сегодня премьером? Здравствуй, Максим. Здравствуй, Одесса. Конечно, центральным вопросом, который сегодня представители региональных СМИ обсуждали с премьер-министром Владимиром Гройсманом, стал бюджет 2017 года. По словам премьера, он стал первым бюджетом, разработанным по принципу среднесрочного планирования, позволяющего предвидеть, какими будут бюджеты последующих годов. Что же касается приоритетов, то одним из приоритетов бюджета 2017 года станет безопасность и оборона. На нужды этой отрасли выделят дополнительно 14,2 миллиарда гривен в 2017 году. Также дополнительные суммы предполагаются для выделения и системы образования. Так, в правительстве планируют увеличить зарплату учителей на 33,5%, а также выделить 0,4 миллиарда гривен на учебники. Кроме того, сейчас находится в процессе создания так называемый дорожный фонд. Из названия уже понятно, чем будет заниматься новая структура. Для улучшения украинских дорог предполагается выделение 14,2 миллиарда гривен из государственного бюджета и привлечение еще более чем 27 миллиардов за счет зарубежных фондов. Ну и хорошая новость, в частности, для Одессы планирует выделить 500 миллионов гривен на развитие украинского кино. Кроме того, значительные суммы будут выделены на такие сферы, как поддержка АПК, программы энергоэффективности и угольная промышленность. Премьер подчеркнул, что страна продолжает идти по пути децентрализации власти и, соответственно, бюджеты украинских городов будут расти, а вместе с ними расти и ответственность органов местного самоуправления. Естественно, это подразумевает и рост ответственности граждан, которые должны более внимательно относиться к тому, как распределяются бюджеты в украинских городах. И премьер подчеркнул, ответив на вопрос о том, как же могут украинцы контролировать местные органы самоуправления, что прежде всего нужно повысить ответственность украинцев на выборах. Более подробно о том, что происходило сегодня в Киеве, о чем рассказывали на встрече, а это и новые тарифы, и обоснованность новой цены на газ, мы расскажем вам уже завтра в наших выпусках новостей. Студия. Спасибо, Наташа. Мы будем ждать от себя новые подробности из Киева. И переходим к другим темам. Трагическое обрушение на улице Коблевской. Там с третьего этажа рухнул балкон вместе с хозяйкой. 65-летняя женщина скончалась в больнице. По словам врачей, она получила травмы, несовместимые с жизнью. Отметим, что удар был настолько сильный, что бетонные блоки буквально воткнулись в асфальт. Я услышал шум, смотрю облако пыли, выскочил, смотрю, там человек шевелится, я выскочил. Была уже проблема вот там, не балкон падал, а кусок балкона, кусок фасада упал. На протяжении стольких лет мы требуем хоть какого-нибудь поточного ремонта. Люди сами себе делают. А здесь не сделали. Жильцы этого дома неоднократно жаловались коммунальщикам, но те, как и городской голова, проблемы не видят. Визуально ведь все в порядке. Не знаю, что вот, потому что визуально, как мне докладывали, и визуально не вызывал опасения данный балкон, опять же скажу, по докладам, что спровоцировало то землетрясение, которое было в ночь с пятницы на субботу, уже находящееся в аварийном состоянии балкон, что вот так произошло. К этой теме сегодня мы еще вернемся, будем обсуждать ее подробно вместе с экспертами и моей коллегой Татьяной Милимко в проекте «Вечер на седьмом не пропустите в 18.20». Ну а я напомню, что это далеко не первое обрушение. В начале августа рухнули сразу три аварийных балкона в пятиэтажке на улице Морозливской. Чудом обошлось без жертв, пострадал лишь припаркованный рядом автомобиль. В Одессе перевернулась маршрутка прямо на ходу. В результате 11 человек пострадали. Все произошло на улице Атамана Головатого на 145 маршруте. Все во время движения у автобуса просто оторвало колесо. Несколько метров машина скользила по проезжей части на диске, после чего врезалась в бордюр и перевернулась. Все подробности о этой аварии расскажет моя коллега Кристина Немченко. Этот мужчина не хочет представляться, но уверенно заявляет, водитель не виноват. Да и состояние маршрутки не могло послужить причиной аварии. Объясняют, транспорту еще нет и месяца. Из-за чего? Он прошел, получается, рельсы. Прошел, получается, рельсы. И копанул что-то, поднял на дороге. И вот произошла эта разгерметизация, его положила на правую сторону. Утверждает, что в маршрутке было 12 человек. Но те, кто видел аварию, рассказывают, салон был просто забит пассажирами. Внутри были и дети, и взрослые. Этот мужчина собственноручно достал из разбитого заднего окна троих детей. Остальные повыскакивали там спереди, сзади. То, как мог. Все нормально было, жертв не было. Просто одной бабушке было позвоночник. И все. Остальные все сами высохнули. На место аварии сразу же приехала полиция и скорая. Позже становится известно. В больницу попали 11 человек. У них ссадины и ушибы. У одного перелом руки. Все отделались фактически легким испугом. И чудом остались живы. Валентин не верит, что эта авария произошла случайно. Гайки не были закручены. Я еще нашел две гайки. Принес вон им. А если пойти дальше, то все гайки там есть. Обрезали? Не обрезали. Они просто открутились. Не было закручено колесо. Там резьба на гайке в идеальном состоянии. Колесо, видно, оно было болталось. Барабан перегрелся и отлетел. И перевернулся вот здесь вот. Если бы он ехал 50 метров в час, он бы не перевернулся. Он ехал 80, он перевернулся. Вот и все. Виновника аварии определят следователи. То, что маршрутки нарушают правила дорожного движения, далеко не новость. В тот же день на проспекте Шевченко вот эта желтая маршрутка обогнала троллейбус. Она явно превысила скорость и обгоняла через двойную сплошную. А ведь внутри тоже находились пассажиры. Кристина Немченко, Алексей Пережилин, Седьмой канал. К этой теме мы сегодня еще раз вернемся. Напоминаю, что в проекте «Вечер на седьмом» с Татьяной Миримко будем сегодня обсуждать эту тему вместе с экспертами и узнаем, почему находится на одесских дорогах вот такой беспредел. К другим темам. Одесская школа номер два, школа-интернат, отметила 70 лет со дня своего основания. Около 300 бывших учеников пришли на юбилей. Некоторые прилетели даже за границу. Вспоминали юные годы, любимых преподавателей. Ну а после встречи прошла линейка и праздничный концерт. Моя коллега Кристина Немченко расскажет подробнее. У каждого выпускника на шее косынки. Они раскрашены по десятилетиям. Эта компания покинула школу в 1976 году. У них фиолетовый галстук. И хоть школу закончили 40 лет назад, до сих пор помнят, как вместе убегали с уроков. Так в 10 классе вместе ушли в кино. Мы не знали, что будет замена. Ну и мы расслабились. Ну как обычно в школах. Мы в кино очень часто всем классом собирались. Что делают наши ученики, когда нет урока? Текают? Текают. Или за школу, напереку. Или же в кино. Ева Александровна прилетела на праздник из далекой Австралии. В этой школе она преподавала английский. Вспоминают, в первые годы пришлось вести сразу два класса. Женщина признается, поначалу было очень нелегко. Первый день, когда я вышла выйти с ними на улицу, посетить парк. И они разбежались во все стороны. Я растерялась. Я сказала, нет, ребята, зашли во двор. И я начала им рассказывать. И, короче говоря, конечно, это были мои потом друзья. А эти ребята закончили школу только в этом году. Все поступили в одесские вузы. Как прогуливали уроки, признаваться пока боятся. У меня тут, так сказать, свой авторитет есть. Я не могу его погасить такими, подрывать такими историями. Тем более, авторитет классного руководителя, который все еще здесь работает. Которая должна была следить за нами. Вот так. Не совсем уследила. Линейка и концерт. Такие праздники стараются устраивать каждые пять лет, рассказывает директор школы. В этом году удалось собрать более 300 человек. Знаете, школа, она ведь не только знания дает, и особенно интернат. Она дает, знаете, зарождает чувство поддержки, чувство дружбы, чувство локтя, чувство долга. Это то, что очень нужно в жизни людям. В основном обучение в школе было на английском языке. Потому многие продолжили изучать иностранный вузах. Впоследствии это позволило некоторым стать военными аташе и дипломатами в разных странах мира. В 1951 году интернат выпустил своих первых учеников. Они тоже здесь, но несмотря на почтенный возраст, стараются не забывать родную школу. На этом у нас пока все. Встретимся с вами в 6 вечера, когда узнаете больше подробностей и больше новостей. Но напомню еще раз, что в 6.20 будем обсуждать тему обрушившегося балкона, а в 19.20 тему беспредела на дорогах, которые творят одесские маршрутчики. Не переключайтесь и будьте в курсе. Впереди много интересного. Пока!